Всем привет! Я Данил Сторонкин, работаю север-разработчиком в ОМК ИТ и сегодня хочу поделиться, как мы пробовали использовать трансформеры для регрессионной задачи на изображениях. Но сначала о компании. ОМК металлургическая компания, которая занимается производством листового проката, колес, труб от малого до большого диаметра, рессорами. Также занимается сервисным обслуживанием вагонов во многих регионах. Сегодня мы рассмотрим задачу, где сверточные сети на порядок проседают относительно визуальных трансформеров. Но мы и так знаем это на примере генеративных задач, поэтому можно было бы и на этом закончить. Но нет. Давайте сначала рассмотрим предметную область и поставленные задачи. Лом и отходы черных металлов в структуре себестоимости итоговой продукции являются основными затратами. Это 80-85% от стоимости. Система, которую мы разрабатываем, работает только на первом этапе производственного цикла. Металлолом относительно железной руды засоренный. Но на что влияет эта засоренность? Во-первых, меньше выход годного из двух столетий половинной печи. Во-вторых, также есть влияние на энергетические режимы половины печи. И за особо грязный металлолом мы взимаем комиссию с поставщика. На этапе дореализации проекта приемкой занимались люди. То есть они находились в непосредственной близости к разгрузке. Каждый вагон загружен на 50-70 тонн. Поэтому вывод человека из опасной зоны тоже стал дополнительным фактором для разработки данного решения. Задачи в проекте были следующие. Реализовать фотомониторинг, чтобы после каждого захвата магнита металлолома фотографировался вагон. Автоматическое выставление слоя процента засора и класса металлолома. И впоследствии выставление процента и класса на весь вагон в целом. Сначала мы проводили разветочный анализ. Как вешать камеры, сколько, на какую высоту. Также еще смотрели, как кожаные нейросетки работают. Посмотрели на отчеты, которые формируются на основе изображений из фотоаппарата. И даже немного успели распарсить эти отчеты и пообучаться. Но какое качество данных на входе, такое качество модели на выходе. Многие данные были забракованы. Кто-то фотографировал все, что угодно, но не металлолом. Где-то был магнит в вагоне и нельзя было увидеть металлолом и так далее. Много было ручной чистки. После обработки данных и обучения мы поняли, что некоторые модельки сходятся. На слайде сравнения моделей в ML-Flow в 2022 году, которое было проведено, можно провести аналогию с играми. Персонаж еще не открыт, а тут не открыта некоторая архитектура. Сделали несколько выводов. Например, видно, что у сверточных архитектур пилообразный график. Это значит, что, скорее всего, модель не может найти глобальный минимум или много шумов. Кстати, есть еще один классный метод, как быстро провести анализ. Это прогнать через прямой проход датасет, взять хуклом эмбендинги перед перцептроном и загнать их в КНН. Смотреть на кластеры. Когда мы собрали всю информацию, мы отправили ее на защиту проекта. Проект открыли. Задача понятна. Начинается сбор данных, реализация прототипа модуля захвата. Камеры установлены только на участках приемки лома. Но мы также установили камеру на спецплощадку. Потому что вагоны с высоким содержанием засора не разгружаются на УПЛ, а уходят на дополнительную инспекцию на спецплощадку. Где наш модуль захвата также фиксирует эти слои. Все это делается для полного разнообразия данных о проценте засора и повышения обобщающей способности модели. В процессе разработки стало ясно, что как задача выглядит на бумаге и как это есть на самом деле, это немного разное. Например, необходимо было определиться с правилами дорожного движения. Потому что было видно, что одна машина с металлоломом может объезжать другую. И до конца определились, какие виды захвата металлолом вообще используются. В этот момент мы снова возвращаемся к обстановке задачи и происходит доработка всех процессов под новые вводные. Если говорить о нынешней архитектуре, это микросервисный монолит. Потоки с камер уходят в UI для отображения выброски вагонов в реальном времени. И поток камер уходит в модуль захвата. Инференс модели у нас происходят с помощью 3-тон сервера. И тут может быть вопрос, а почему это не сразу DeepStream? Ну у нас система она росла из-за маленького прототипа и постепенно разрасталась. То есть на данный момент переписывать на DeepStream смысла нет. Детектор TS-вагон у нас используется, это YOLA-8. Переход на RT-DETR или YOLA-9, хотя на этой неделе вышла уже YOLA-10, пока еще не рассматривали. Если обучать модель на данных, которые размещал один человек, система будет работать с той же точностью или меньше, чем этот человек. Поэтому каждую выгрузку металлолома оценивало несколько сотрудников УПЛ для уменьшения влияния единичной оценки. Если разброс между оценками сотрудников большой, эти изображения выгрузок уходят на второй круг для уточнения процента засора. Так, датасет получили. Основная масса данных расположена в диапазоне от 1,5 до 4%. Очень важно для бизнеса различать так называемый критический засор. Это слои и вагоны, у которых выше, чем 5%. Для раздутия данных применяем, как уже говорил, данные со спецплощадки и дополнительные аугментации. Переходим к разделу по выбору моделей. Идем скрапить интернет. Все найденные мной статьи в основном решали классификационную задачу. Рядом не лежали веса и пот. Быстрый результат не получалось сделать. Многие исследования содержали датасеты, которые выглядели так. Это называется металлолом в вакууме. Все разложено по отдельности, нет никаких перемешиваний фракции и так далее. А вот что приезжает на самом деле на производство. И, кстати, это тоже все разные классы металлолома. Идем на папервискод. Смотрим, что там есть. Вводим в поисковые ключевые слова. И видим, что регрессия на изображениях снова не самая популярная задача. Из 8 датасетов только у одного есть бенчмарки больше, чем один. Переходим в этот датасет U2K Phase. Средне-абсолютная ошибка ниже, чем 3.7 нигде нет. У меня задача, в которой размах значений от 0 до 8 немного стало грустным. Дальше я звонил в модельное агентство, но мне оттуда не ответили. Наверное, многие по стилистике шрифта и цветовой гамме поняли, откуда этот список архитектур. Это Torch Vision. Я начал перебирать архитектуры Grid Search. И был очень удивлен, когда уйдет, что трансформеры имеют отрыв на порядок в сравнении с некоторыми архитектурами. Пошел читать папиры, как вообще устроена эта архитектура. Здесь результаты представлены этого года. Я решил проверить, какие будут метрики с появлением большого качественного датасета. Если говорить про визуальные трансформеры, в принципе, тут мало отличий от NLP в подходе. Мы делим изображение, в основном, на патчи. Викторизируем патчи и говорим, что это у нас теперь токен. Патчи проецируем линейным слоем. В SWIN на первом слое патчи имеют размер 4х4. В самых первых визуальных трансформерах вид, если не ошибаюсь, там было 16х16 изначально. 4х4 позволяет обрабатывать более мелкий контекст. Снова эти термины из NLP. Далее идут несколько патч-мерджингов и SWIN трансформеров блоков. Патч-мерджинг занимается тем, что конкатенирует фичи соседних токенов и понижает размерность, получая более высокоуровневое представление. После каждой стадии у нас образуются здесь фич-мапы, содержащие информацию на разных пространственных масштабах. Как видно из схемы, которые находятся справа, это у нас два с вами последовательных блока. Представляют собой классические трансформерные блоки с перцептроном. Вообще, значимое отличие от первых визуальных трансформеров и SWIN это конкретно блоки внимания. Раньше использовались обычные multi-head attention'ы и какая у них была проблема? Во-первых, квадратичная сложность. У нас увеличивается разрешение изображения и у нас увеличивается сколько нужно компьютер для его вычисления. Поэтому решили считать внимание не со всеми другими токенами, а только с теми, которые находятся в некотором фиксированном окне. Благодаря этой задаче я для себя открыл вообще мир генеративных моделей. Бизнес тоже был рад тому, что задача решается. Пару слайдов назад, где были метрики, показывали только средние значения. Но это не всегда бывает информативно. Также знаю, что еще некоторые люди любят смотреть на квантели. Тут представлены скаттер плоты только для задачи послойного анализа засора. Но нам нужна еще также по задаче оценка и на вагон. Происходит фиксация каждого слоя и выставление процента засора. После окончания выгрузки мы отправляем накопленную информацию в метод усреднения и выставляем итоговый процент засора на выгрузку. В данном случае для усреднения мы применяем средние взвешенные и таким образом получаем оценки на вагон. Но в таком методе усреднения есть небольшой нюанс. То есть это снег. Пока мы еще анализ не проводили, но если мы увидим большое влияние на итоговую оценку данных, где есть шапка снега, тогда мы не будем применять средние, а будем уменьшать влияние первых слоев, где видна шапка снега. Вот такой у нас отчет прикапывается в MLflow после обучения. Он описан на RepertLab. Отчет в себя включает распределение, скаттер плоты, численные характеристики. Гиперпараметров у нас тут нет. У нас гиперпараметры трекаются в MLflow. Пользователи системы это те же самые люди, которые ходили с фотоаппаратами и снимали металлолом. Теперь им нужно сидеть в операторской и смотреть, как все отрабатывает, при необходимости корректировать. Пользователям доступен просмотр процесса выброски, если нужна остановка выброски, и также просмотр послойного отчета о вагоне. По итогу задача оказалась интересной. Сейчас в проекте идет этап до настройки всех камер. Также решил не добавлять трансформер, по итогу как детектор. Это хорошо работает, если ты идешь на хакатону выбивать метрики. У меня на этом все. Пишите в Telegram, буду рад знакомству. Также прикрепил форму обратной связи. И, конечно, подписывайтесь на Хабар ОМКИТ. Всем пока!